Крымские активы украинских бизнесменов, которые спонсировали правый сектор, могут конфисковать. Такой закон предложил принять спикер Госсовета Владимир Константинов. Он уверен, действовать нужно быстро. Предприниматели вовсю переоформляют счета, чтобы избежать наказания. Константинов особо выделил олигарха Игоря Коломойского. Миллионы рублей пропали со счетов подконтрольного ему Приватбанка. С обманутыми вкладчиками пообщался Николай Долгачев. Украинские банки ушли из Крыма, но не с пустыми руками. Все вклады жителей полуострова исчезли вместе с ними. Это миллионы. Воспользовавшись удобным моментом, банкиры Украины ограбили людей. На полуострове даже появились плакаты с такими вот благодарностями. Больше всего денег крымчане хранили в Приватбанке, принадлежащем нынешнему губернатору Днепропетровской области Игорю Коломойскому. Олигарха недобрым словом вспоминают и в еврейской общине Симферополя. Ее лидер Анатолий Гиндин держит в руках увеличенное фото своего телефона. Сфотографировал СМС-ку, в которой лаконично сообщалось, что все средства банк снял со счета. Согласно приказу, номер приказа и больше ничего, разъяснений никаких. Куда деньги ушли, неизвестно. Но счета обнулили, то есть наши деньги украли. Самый обычный рейдерский захват. Синагога потеряла 40 тысяч гривен, это больше 100 тысяч рублей. Для маленькой общины существенная сумма. Даже используя свои связи в Киеве, Анатолию Гиндину не удалось узнать, почему так произошло. Я обратился и к Коломойскому. Я обратился к его напарнику Рабиновичу. У них же две всееврейские организации крышевые, с которыми я работал. Как насчет наших денег? Куда наши деньги ушли? Все молчат. В Симферопольской синагоге возмущаются, в том числе потому, что Игорь Коломойский называл себя религиозным человеком, но ограбил даже соплеменников. Обнулены тысячи счетов. Финансирование лишился и мемориал, посвященный жертвам Холокоста. Самое обидное, что вот вы, наверное, знаете, Совкос Красный, там более 8 тысяч человек было расстреляно в годы войны. И было решение правительства сделать там большой мемориальный комплекс. И был создан специальный благотворительный фонд в приватбанке на счету, на который люди присылали деньги, чтобы сделать этот комплекс, самый очень красивый комплекс. А в итоге эти деньги тоже пропали. Исходя из житейской мудрости, в Симферополе догадываются, зачем олигарху понадобилось забрать у людей деньги. Надо же содержать батальоны свои, надо закупать оружие, надо платить наемникам. И на мои тоже, и таких, как я. Община помощь получает сейчас от единоверцев из России, Америки и Израиля. Из Украины помощи нет. Пострадавших от банкиров-мошенников в Крыму тысячи. Многие уже готовят иски к украинским олигархам, впрочем, не надеясь, что те будут выполнять решение суда. Больше надежд на российское агентство страхования вкладов. Оно уже с завтрашнего дня начнет принимать заявления от пострадавших клиентов украинских банков. Николай Долгачев, Антон Березин. Вести. Крым.